В четверг в районе городского военкомата на реке Миас под лед ушел автомобиль Деонексия. Как сообщают очевидцы, легковушка двигалась по льду водоема со стороны вокзала. В ней находились два человека, мужчина и женщина. За несколько минут до того, как автомобиль ушел под лед, девушка-пассажир выскочила из него. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия. Как говорят французы, шершеляфам, ищите женщину. Вот и эта история, как бы ни казалось смешно, пропитана любовью. По словам свидетелей происшествия, пьяный водитель иномарки поссорился со своей возлюбленной. После чего решил уйти на дно. Сначала там сидела девушка, он к ней выехал на дорогу. Ну, на лед. Вокруг нее покружил, она ему что-то сказала, потом пошла на берег, он разогнался и улетел в воду. После того, как машина начала тонуть, горе-водитель через заднюю дверь выбрался на крышу. А когда автомобиль начал скрываться под водой, вплавь добрался до берега. На суше его встретили сотрудники скорой помощи и полиции. Машина в воде, под мостом и в воду. Вылез, значит, он не с передней в окно, а с задней двери он вылез. Сел, сидит. Я у него в первый раз спрашиваю, ты один или там кто еще? Он ничего не мне сказал. А он сказал, не мне, а мы с дочерью были. Он говорит, вот почему я не утонул. До выяснения личности и причин происшедшего полицейские задержали водителя, как и его спутницу, которая наблюдала за происходящим с берега. А прибывшая на место происшествия бригада спасателей незамедлительно принялась вылавливать автомобиль. Спасатели на лодке обследовали затонувшую машину, подготовили необходимые инструменты, зацепили канат и пожарным автомобилем подтянули утопленника к берегу. На речке Миас машина ушла под воду. По прибытию было установлено, что находится машина на дне реки. Глубина составляет метр пятьдесят, метр семьдесят. Значит, сейчас спасатели зацепят эту машину тросом и постараемся ее тут достать. Когда машина оказалась на суше, сотрудники полиции в присутствии многочисленных свидетелей принялись ее осматривать. Кроме страховки, в салоне авто нашли три мобильных телефона, несколько шприцов, которые обычно используются наркоманами для инъекций и фотографий возлюбленной водителя.